Это какой-то новый вид терроризма, зоотерроризм. Его действия были направлены на защиту животных, то есть котиков и собачек. Понимаете? И не были направлены на агрессивные действия, на причинение ущерба тех заложников, которых он задержал. Опыт правоохранительной деятельности показывает, что если сильная система правоохранительная, ну, по крайней мере, она работает на превентивные заходы, то 50% людей, которые хотят совершить преступление, они их не совершают. Но это опыт такой. Но есть другой опыт мировой, что при повышении, на 1% повышается безработица, сразу же на 0,5% повышается преступность или наоборот. То есть все это взаимно связано. Так вот, мы сейчас видим, что с одной стороны на том, что сейчас происходит, пытаются пиариться все силы. Одни, которые, я считаю, что уполуцкому террористу сработали нормально, но только вот вишенка на торте, зачем они там на БТР подержали, и тем более на броне. Додаймо до нашего спілкувания Сергея Корнича. Это экс-керевник УБОС МВС 2005 по 2006 роки, экс-воконующий обовязков керевника Головного управления з боротьбой з організованою злочинностью Министерства внутрішніх справ Украины с 2005 по 2006 роки. Пане Сергею, доброго вам дня. Доброго дня. То же, чи на сегодняшний момент варто, напередусе, оценивать мотивы, або анализовать мотивы, или все-таки реальность ситуации наследки, то есть причина наследкового связка, как вы думаете, тех ситуаций, которые, как домино, у нас за последние две недели появляются? Ну, все дело в том, что на протяжении шести лет мы говорим о необходимости изменений, серьезных изменений в системе правоохранительных органов, в частности, в МВД. Те изменения, которые были осуществлены, они были осуществлены группой лиц, которые никакого отношения к правоохранительной системе не имели. И получилось так, что наша система правоохранительная упала, реально упала. И то, о чем вы сейчас спрашиваете, это есть просто результат вот этой вот целенаправленной, слаженной, активной работы. Ну, давайте згадаемо, а коли поїхала паня Деконаидзе из Украины? Вы памятаете? В каком году? Вода четыре уже, по-моему. А, ну так мы и на питание. Ну, мы что, просто живемо зараз по накатанной схеме, чи там нема профессионалов, которые за четыре года могли выправить помилки? Ну, видимо, тот, кто руководит профессионалами, не хочет, чтобы были изменения. А, ось мы доходим уже до кореню цієї проблематики. А тоди у меня питание, вот бачите, тільки что спілкувалися с выполненцем вооружения МСКОГО Полтавы. Він згадав звіт нещодавний МВС про те, що на 30%, заважаючи на коронавірусні проблеми економічні, знизилась в нас кривиногенна ситуація. Можливо, тому, що ми живемо якось на два святи, є звіти офіційне від МВС, а є реальна ситуація, і вони не співпадають, тому є такі в суспільстві недовіра і отакі відповіді на це з боку потенційних злочинців. Мені кажуть, що ця вся статистика, вона підтасовується, вернее, не кажуться, а я убежден в цьому. На самом деле, людина, який обращається в органи внутренних дел, в поліцію, для того, щоб ему допомогли, в 90% случаев допомоги не отримують. І це реальна ситуація. З цією ситуацією зі мною згодені всі ті пенсіонери, органів внутренних дел, а їх більше 300 тисяч в нашій країні, які молча зі слізами, наблюдають за тим, що відбувається в країні. Пан Сергій, хотіло б ще зачитати з соцмережі, от от у нас такий собі огляд. От користувачка Оксана Гу пише, перша серія вийшла так собі, сьогодні друга, Полтава, викрадення авто, заручник поліцейський та граната. От ви би взагалі якось пов'язували Луцьк і Полтаву, і чи ви бачаєте тут якісь конспірологічні теорії, чи це все-таки, ну, на вашу думку, суб'єктивно? Ні, 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 звісно. Це глупості, це людям потрібно щось писати, от вони і пишуть. Їм, скоріше всього, нечим займатися. Лучше би шли до мілібиї вулиці, було би чище в наших містах і селах. Але чому ж загострення у нас таке саме зараз? От у нас тут вибухівка тут, вибухівка тут, там заручники. Зараз... Давайте вернемся к тому, о чем я сказав в своем первом предложении. В настоящее время правоохранительные органы, а сюда входят не только органы внутренних дел, то есть полиция, сюда входит прокуратура, сюда входят представители судов, суди, то есть это система, которая должна обеспечить защиту граждан государства Украины. Этого нет, системы все развалены, и мы сейчас удивляемся, а что сегодня так плохо, что стреляют, что взрывают, потому что оружия много, потому что нужно систему реформировать, нужно выгонять разгильдяев и людей, не сведущих, и заниматься реальными реформами. Пане Сергею, то, что сейчас МВС додали повноважение, ну, практически, я знаю, обмежено, напевобмежено, туди додали в структуру и Нацгвардию, и... что там еще, ДСНС, что там еще, прикордонники, ну, там багато, в структуру сам МВС увійшло. И вчерашняя ситуация показала, что каждый намагался в лучшем светле, и, как подсумок, каждый тягнул свою сторону, тому, как говорят, слава Богу, что завершилось так. Чи не есть это причина, что МВС натягнула на себя очень много повноважений с грошами, но использует эти повноважения и гроши не по призначению, скажем так? Ну, про гроши мне трудно говорить, потому что я догадываюсь, что очень много денег уходит на сторону. Для этого, для того, чтобы подтвердить, нужно быть в системе, нужно смотреть, нужно заниматься, работать, и тогда это будет подтверждено. Я думаю, что вот вчерашняя ситуация, она говорит о том, что все хотят пиариться, все хотят получать какие-то, уже речь идет о наградах, заслуженных, незаслуженных. Когда действительно человек, который замначальника полиции Украины, который подошел к автобусу и в направлении которого был осуществлен выстрел, это действительно героический поступок, и я склоняю голову перед этим человеком. Ну, а большинство коллег занимаются совсем другим. И вы прекрасно знаете сами, что происходит сейчас на улицах. И это не потому, что тепло на улице или идет дождь, а потому, что не работает система правоохранительная. Ну, смотрите, можно, конечно, как вы, я понимаю, что он героин, а тут, ну, тут, героизм, или непрофессионализм в том ситуации, которая склалася вчера, потому что эксперты, саме из войсковой справы, справы антитерористической деятельности и переменной деятельности в нашем этаже говорили про много порушений, саме непрофессионализм, и очень кричущих порушений, начиная с того, что не та структура мала бы заниматься извольнением заручников, начиная, что там есть специальный подразделок, саме місцевого средства службы СБУ, которая мала бы этим заниматься, а не полиция. Ну, и закінчуя тими порушениями, что там люди, которые не могли бы там быть присутны, так как представник Офису президента, пан Кирилла Тимошенко, да и люди, которые собирались вокруг, не могли бы там быть присутны, если такая загроза и вибухов, и расповсюджения осколков на велику отстань. Тобто, есть распространенная схема, которую знают все специалисты, которая была до 2014 года в Украине использовалась, то есть ее разработали, ее навчали даже в университетах, в військовых, ну, в закладах. Что случилось вчера, героизм или непрофессионализм? Непрофессионализм. Я полностью согласен с тем, что вы сейчас рассказали. Полностью согласен с вами. Мне в свое время с моими коллегами пришлось заниматься освобождением заложников очень большое количество раз. Больше 25 ситуаций попадались и известные в будущем люди, мы освобождали их. И то, что делалось вчера, это крайне непрофессионально. И даже не хочется об этом говорить, потому что это все пиар. Все прилетели туда попиариться, а не сделать работу. Там должны были работать совершенно узкий круг людей, специалистов. И не нужно говорить о какой-то... Вернее, не нужно демагогии по данному поводу. Если человек берет в заложники большое количество людей, то, по идее, к нему нужно относиться как к террористу. А во всем мире с террористами разговаривают, а до того момента, когда появляется момент, освободить заложников. Вот так нужно работать. Пане Сергею, на останок, на вашу думку, до чого зараз нас готують, враховуючи те, что стільки подяки уже было висловлено і пану Авакову, і Міністерству внутрішніх справ. Там десь злунало СБУ, але здебільшого отримала всі бали.